МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. 2 ноября, 614-й день аннексии Крыма. Вы смотрите ЗАМАН. Российская администрация Крыма возобновила репрессии против крымско-атарского телеканала АТР. Утром прошли обыски в доме гендиректора телеканала Ленура Ислямова в Москве. Одновременно в Крыму в 6 утра ФСБшники ворвались в дома его отца Эдема Ислямова, сестры Ленары Мусаевой, экс-руководителя телеканала Эльзары Ислямовой и журналистки Лилии Буджуровой. Российские спецслужбы изъяли оргтехнику и мобильные телефоны. Причины обысков не называют. Кроме того, автозаки находились на территории холдинга Сим-Сити-Транс, где располагался телеканал АТР и радио Мейдан. Я сюда приехал в полдень седьмого. Тут была группа вооруженных людей, три автомобиля. Естественно, адвокат не будет с кулаками прорываться против автоматчиков. В настоящее время я готовлю жалобу уже. Это элементарное право любого человека воспользоваться помощью адвоката при проведении такого средственного действия, как обыск. В связи с чем проводился обыск, я не знаю. Могу лишь предположить. Я предполагаю, что это связано с гражданской позицией Ленура Ислямова, с действиями, связанными с так называемой блокадой. На руках у меня постановления о возбуждении уголовного дела либо постановления о проведении обыска нет. Против гендиректора телеканала АТР Ленура Ислямова возбудили уголовное дело. Об этом сообщает право властное агентство Крыминформ. Дело возбудил следственный отдел управления ФСБ в Крыму. По каким статьям преследует Ислямова, неизвестно. Только сообщает, что возбудили его 22 октября. Вот сегодня прошли обыски. Родители там, дети мои там. Дети тоже морально страдают, потому что при них это все происходит, эти обыски. Сестра с мужем, которая главврач больницы, и она была при всех властях, и при Ющенко, и при Януковиче, и сейчас при вот этих вот оккупантской власти тоже находится. Сейчас работает просто врачом, и у нее тоже дома проходит обыск. И мы понимаем о том, что нарушены у этих людей права. Точно так же нарушены у тех предприятий моих, которые там находятся, в которых тоже сегодня проходит обыск. Понятно, что это предприятия моего отца, или моей сестры, или мои предприятия какие-то. Понятно, что это все предприятия, которые входят в круг нашей семьи. Точно так же, как в круг крымско-катарской семьи входит телеканал АТР или АЛЕ. Они не принижают только мне, они принижают всему крымско-катарскому народу. Так получилось, что у нас нет больше других телеканалов. И это та ноша, которую я несу сейчас здесь, находясь, и другого варианта у нас нет. Полгода назад мне говорили о том, что если ты хочешь сохранить свой бизнес, который у тебя есть, тогда давай отдай телеканал АТР, и мы сделаем так, что все твои журналисты будут очень хорошо себя чувствовать, мы им всем дадим зарплату, деньги, всё такое прочее. Насколько мог, я объяснял тем людям, что нельзя купить совесть и честь за деньги, невозможно купить честь. Ты её один раз теряешь и никогда больше её потом не находишь. То есть продажа телеканала АТР при всех заманчивых перспективах, которых мне рисовали, что в мой банк зайдут деньги «Газпрома» и «Роснефти», меня будут всячески поддерживать и каким-то образом наградят, мы помним, что было с Шагин-Гиреем. Помните, любой крымский отарен это помнит. Ирифат Чубаров, я, и тем более Мустафа Джамилев, все эту историю знаем. И поэтому продавать за 30 серебряников совесть и честь нашего народа, АТР сейчас, и детский телеканал «Але», и «Меджилис» крымско-отарского народа, и все крымско-отарские СМИ, которые оставались на полуострове, которые сейчас изгнаны на материк сейчас, они все честь и совесть нашего крымско-отарского народа. Поэтому они не продаются. И поэтому мы будем нести вот эту ношу, сколько мы будем нести, и наши родственники теперь вместе с нами будут нести. Я призываю весь крымско-отарский народ на нашем примере посмотреть, что их завтра тоже ждёт. И что вот эти вот все про сюсюканье, заискивание и отсиживание дома на диванах, и с мыслью о том, что мы каким-то образом будем в стороне находиться, и вас не тронут, вы видите сейчас то, что происходит сейчас. И поэтому ни у кого больше других сомнений быть не может. Мы стоим на уничтожении там в Крыму. Просто это дело времени. Других вариантов у нас нет. По поводу тех, которые обыскивают и ищут, видимо, в моих домах, и в домах моих родителей и близких людей, что-то забыли они там. Они, скорее всего, забыли собственную совесть и честь собственную забыли, офицерскую, и ту, которая у них должна быть. А Украине и украинским властям, я сейчас их призываю, чтобы они всё-таки защищали своих граждан в Крыму, а граждане в Крыму находятся крымские татары и жители Крыма, они сейчас в беде, их надо защищать. Защищать нужно в том числе юридически во всех инстанциях. Защищать, потому что нарушены наши гражданские права. К нам в дом заходит чужой солдат, топчет землю Крыма, заходит на наши предприятия, обыскивает наши дома, грубит нашим семьям, нашим родителям, нашим близким. Это всё позор той Украине, которая сейчас сдала Крым. И поэтому мы хотим его вернуть. Любой ценой мы будем его возвращать. Даже если потребуется, мы все умрём для этого. У нас в гимне это прописано. И поэтому мы для этого здесь находимся. Буджуровы отняли технику, отняли мобильный телефон, отняли электронику. Ательзару с темной ещё пока никакой связи нет. Мы даже не знаем, где она территориально находится. На Атере сейчас проходится, и на Семьсити Транс проводятся действия, вот эти вот, да, обыски, которые уже не раз там проходили. В Москве Джазбанку отозвали лицензия, проходит сейчас маски-шоу в банке, проходит обыск в доме. До сих пор тоже связи там нет. Я так понял, что нас обвиняют, первое, это обвиняют в экстремизме, в терроризме. Дальше нас обвиняют в незаконных, в участии в незаконных банформированиях. И дальше нас обвиняют в нарушении территориальной целостности Российской Федерации. Вот то, что я слышал сейчас. Дальше какие будут статьи добавляться, я думаю, что мы узнаем в перспективе этого всего. И от слов тех, которые говорили, что от того, что эта гражданская блокада никакого влияния на Крым не имеет, и то, что всё, что мы делаем, это только ухудшаем в Украине бизнес тех людей, которые здесь хотя бы как-то хотят выжить. Мы сегодня имеем уже то, что открылись уголовные дела и на Рифата Чубарова, и на меня, и на тех активистов, скорее всего, я тоже так предполагаю, которые с нами здесь находятся. Мы об этом говорили в самом начале, говорили, что это рано или поздно произойдёт. Потому что приезжали даже крымские татары некоторые, и так были удивлены, говорят. Они говорили, как так ли, ну, рога, вы здесь стоите, а там бизнес ваш работает. Вот как раз тем самым сомневающимся крымским татарам ФСБ сегодня ответило, что что будет происходить. Жалко, печально то, что Лилия Буджурова, которая осталась в Крыму, которая на своей родине, которая хочет остаться, как крымская татарка в Крыму, она не выходила в эфир всё это время, она не говорила о том, что она поддержит или не поддерживает нас. Ильза Рустемна, которая руководитель сейчас детского телеканала «Ля-Ле», мы хотели, чтобы это так будет для неё безопасней, но детский телеканал-то хотя бы трогать не будут. Но вот, как видите, сейчас и это тоже невозможно в Крыму. Те крымские татарские журналисты, которые остались в Крыму, которые не поддержали идею с переездом в Крым, из Крыма на материк не поддержали, остались на полуострове с тем, что они придерживались тех взглядов, что каким-то образом надо там остаться, и каким-то образом надо как-то договариваться там и как-то там выживать. Вот сегодня мы видим то, что происходит. Ильза Рустемна, которая в Чаческе пыталась путём переговорного процесса как-то и Лилия Баджурова как-то хотя бы там сохраниться, вот в том формате, который сейчас мы имеем в Крыму. И это тоже мы видим, чем заканчивается. У меня нет иллюзий по поводу того, что будут делать с нами. У меня нет иллюзий по поводу того, что будут делать с предприятиями. Я просто хочу сказать всем тем, кто сейчас эти мысли там тешит, в Крыму от оккупационной власти, я хочу сказать, что что бы вы ни делали, мы найдём всё равно контрмеры те, которые заставят вас тоже такое же чувство испытать, которое я сейчас испытываю. Я не могу им сейчас помочь, не могу быть вместе с ними там, но я знаю, что я всё равно буду там, и всё равно всем тем людям, которые чинят зло сейчас в Крыму, крымски-татарским активистам и моей семье в том числе, они будут наказаны. Если не при этой жизни, то при той жизни, поверьте, вы будете наказаны. Готовимся всё-таки с исками в международные институты, с исками, потому что это нарушены мои права как гражданина, нарушена, опять же, нарушена частная собственность и нарушены моральные, как бы вот эти вот все вещи, которые связаны с проникновением людей в форме, с оружием на территорию частной собственности. Это всё делается для того, чтобы сломать дух всему крымско-татарскому народу, ломают потихонечку по косточке, и ломают дух, чтобы они все, испугавшись... Это точно так же было в самом начале, когда Решат Аметова выколили глаза, отрезали половые органы, уши. Это было сделано для того, чтобы все остальные понимали, от ужаса содрогнулись и от ужаса поняли, что дальше с ними может происходить, если они будут стоять на той позиции, в которой они стояли. Но всех запугать их не удастся, потому что у нас кровь Чингисхана течёт в наших жилах. Поэтому наши деды не боялись этого всего, и наши прадеды, и мы тоже бояться не будем. Всё, что с нами будет, ничего больше, чем мы можем вынести, с нами происходить не может. На всё воле Всевышнего. Аминь. Центральный банк России отозвал лицензию Джастбанка, учредителем которого является Ленур Ислямов. Банковский регулятор объяснил свои действия невыполнением нормативов и рискованной деятельностью банка. В Центробанке также утверждает, что установлены недостоверные данные в отчётности финансового учреждения. Сейчас в Джастбанке назначена временная администрация. Сергей Аксёнов обвиняет Ленура Ислямова в лицемерии. Действия ФСБ по отношению к Ислямову в восстановлении справедливости, заявил глава российской администрации Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook. Он также отменил...